Друзья, всем большой привет! Давайте-ка мы сделаем с вами небольшую прогулочку по Бахчисарайскому парку Миниатюр. И начнем ее вот с этой замечательной львиной семьи. Посмотрите, какой красавец посматривает. Здесь, как вы видите, стекло на вольере у львов. В целях безопасности все предусмотрено. Но львам тоже хороший обзор. И своя у них там и гора славы собственная есть. Все имеется для того, чтобы чувствовать себя комфортно и интересно проводить время в наблюдениях. Друзья, посмотрите в Бахчисарайском парке Миниатюр. Здесь большое пространство уделено зоопарку. И зоопарк очень компактный. Но при этом здесь много животных. Видите, у них вольеры по нескольку уровней. Специально сделаны. Вот обратите внимание, за счет этого увеличивается пространство. Вот, друзья, конь тяжеловес. Огромный, сильный. Это специально выведенная порода, тягловая. Они очень мощные и очень сами тяжелые. Не зря их называют и тяжеловозом, и тяжеловесом. Вот, друзья. Антилопа. Посмотрите, какая мощная. Тоже такой красавчик интересный. И вот следующие вольеры. Здесь у нас олени, алани. В общем-то, бродить по Бахчисарайскому зоопарку очень интересно, потому что здесь все компактно. И не надо прилагать много усилий. Допустим, в Тайгане нужно огромное пространство пройти, чтобы всех посмотреть. То в Бахчисарайском зоопарке здесь пространство далеко не такое большое. Очень компактно. И все можно посмотреть, не накручивая большой километраж. Вот, друзья. Верблюды тоже, вы видите, очень дружелюбные. Тоже посматривают вот так вот. И заняли позицию, чтобы быть поближе к посетителям. Козочки, козочки везде, как говорится. Козочка, она и в Африке козочка. И в Бахчисарае, и в Тайгане. Они везде, ребята такие. Довольно-таки наглые, непривередливые. И любят общаться с посетителями. Вот, друзья, пруд здесь такой интересный. Вот. Немножко напоминает симферопольский зооуголок. Там тоже все очень компактно. Очень так комфортно, красиво после реконструкции. И вот в Бахчисарайском парке миниатюр. Раньше он славился своими именно миниатюрами. Это известные объекты в Крыму, которые выполнены в миниатюре. Но постепенно-постепенно зоопарк разрастался. И, кстати, идею, насколько я знаю, Виктору Желенко, создателю Бахчисарайского парка миниатюр, подкинул как раз-то Олег Зубков. Они большие друзья. И частенько помогают друг другу в разных вопросах. В том числе вот такой совет Олег Зубков дал. И не только совет, но еще и животных. И вот, посмотрите, идея оказалась действительно, что называется, в яблочко. Потому что одно дело смотреть миниатюры, и другое дело насмотреть на животных, общаться с животными. Видите, везде таблички с предупреждением, что животные могут кусаться. Это действительно необходимо, чтобы люди не теряли бдительность, посещающие зоопарки. Несмотря на всю милашность обитателей зоопарков. Вот, посмотрите, друзья, сколько какой шведский стол. Тут и бананчики, и морковка у обезьянок. А какой вольер шикарный. Вообще красотища. И неудивительно, что Бахчисарайский зоопарк в парке миниатюр уже стал очень популярным местом. Не только для бахчисарайцев, но и для крымчан. И для туристов, конечно же. Потому что Бахчисарай, в отличие от Белогорска, он является одним из туристических центров Крыма. Там туда приезжает много туристов. И, конечно же, посещают Ханский дворец. А рядом с Ханским дворцом как раз-то и находится Бахчисарайский парк миниатюр. Вот с таким шикарным зоопарком. В этом зоопарке можно... Вот, посмотрите, друзья, у страусов тоже яйца, кладка. В этом зоопарке можно увидеть много тех обитателей, которых вообще нет нигде в Крыму. Например, это морж Салтан и бегемот Фрида. А также пингвины. Что ж, друзья, всем мира и добра. Пока-пока.